Кажется, что вот актрисы, они все немножко, ну, вот, мазохистки, что вот вам нравится, когда вот режиссер проявляет, ну, скажем, такую брутальность. Нет? Я ошибаюсь? Нет, не все артистки-мазохистки. Не все? Не все, нет. Я все-таки больше, если вы спрашиваете меня, я, конечно, артистка, которая больше любит пряник, а не кнут. Но вы с восторгом рассказывали про Гончарова, именно употребляет, это ваш термин. Это не восторг, это не ворчание мое. Восторг, потому что это его личность. Я говорила о личности, и это был не восторг, а его, как сказать, индивидуальность, его неистовство, его оскорбление, вот как сейчас я говорю, улыбаясь об этом. Да, вот это и тогда говорили, улыбаясь. А как я могу говорить об этом человеке, который во мне в какой-то девочке 18-летней увидел что-то, взял на курс и так далее. Да, я хотел бы уточнить, а что это? Это было интонирование или это была ненормативная лексика? Нет, нет, нет. Что значит оскорбление? Он позволял себе ненормативную лексику за все мое служение. Я, может быть, раза 4-3 слышала. То есть это не его уровень. Это его педагогический подход. Почему-то, если он никак не мог докопаться до сути артиста, человек, чтобы не играл что-то, а вот был именно тот, который ему нужно, он не знал, как к этому подкопаться. Поэтому он нажимал на какие-то больные вещи. Почему-то ему казалось именно тогда артист себя все сбрасывается. Это вот такой педагогический был ход. И тогда он начинал быть очень искренним. Только тогда вот до сути. И вот как позволял себе эти резкие действительно выражения, мог как-то обозвать грубо. Ну как, например? Ну, я даже не вас, если вы не хотите, а какой-нибудь пример. Я хочу просто понять лексический уровень. Ну не знаю, что-то такое идея, да, что-то такое, что-то у кого-то не получалось. Потом он мог скрикнуть халда кому-нибудь на артистку. Но это оскорбление, я считаю, вдруг. Хотя никто как бы это что-то еще. Ну как, ну все знают оскорбительные слова, когда. У всех разные представления. А это, знаете, это все зависит от... Да, потом это даже оскорбление с гневом. Какой-то гнев. Он мог смотреть на тебя с ненавистью. Этого уже достаточно было. Но эта ненависть опять была имеющая отношение... Прямо ненависть. Вы очень сильно употребляетесь. Да, 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 это ненависть. Когда что-то у меня не получалось, он с такой ненавистью мог посмотреть, так ткнуть пальцем в тебя и сказать, что вы ничего не понимаете или что. И это одного взгляда было достаточно, чтобы просто, я не знаю, сравняться с полом и так далее. Понимать, что ты ничего из себя не представляешь. И надо идти дальше думать и копаться в себе. Да, он, конечно, вот такое зерно неуверенности в себе очень мощно осеял. Но это был и самым главным двигателем в профессии. Ты уходил с репетиции недоволен собой. Это, значит, давало твоему мозгу дальше возможность работать, мучиться. Также спектакль ты отыгрывал и опять ты оставался собой недоволен. И это вот пожизненно такая вот то, что он посеял в нас. Поэтому, чтобы это в нас все время жило, он все время был чем-то иногда недоволен. Но он умел и похвалить. Спасибо ему большое, что это был не вечный кнут. Он потом мог очень-очень так похвалить, что потом все в театре, вся литературная часть, вся администрация начинала тебя тоже очень хвалить. Потому что все повторяли за Андреем Александровичем. То есть можно было приходить на утро, тебя все обожали в самом хорошем смысле, потому что Андрей Александрович рассказал, ну вот Прокофьева понимает, она это знает, она это умеет. И все приходили, что Прокофьева все умеет, все знает и все понимает. Очень противоречивая личность, но я ему очень благодарна, потому что он очень многому меня научил. А Захаров тоже практиковал вот такие, скажем так, наезды в своей работе? Вы же в курсе? Конечно, конечно. Ну что значит, наезды. Это все было опять педагогически. Это абсолютно вдруг, если что-то цветный артист или куда-то все время опаздывал, или немножко себя что-то не выполнял, что-то домашнее. Марка Анатольевича нет, он был, голос он никогда не повышал, но он мог очень тихо уничтожить слово. Сказать, вы знаете, вот вы мне сегодня неприятно, выйдите, пожалуйста, я не хочу дальше вести занятия, чтобы вы присутствовали в зале. Я, да, будьте любезны, выйдите отсюда. Вот, а какой, любой студент или там режиссерская группа, да, вставал человек, уходил. Потому что в этот день он как-то себя очень неправильно вел перед педагогом или не выполнил то, что просил педагог. Вы как-то, может быть, мне показалось, но с какой-то негативной коннотацией прокомментировали вот ненормативную лексику. Вы в быту не материтесь? Вы знаете как? Да нет, конечно, я так не скажу, это будет вранье. Конечно, вдруг я могу сказать резкое слово, но я точно знаю, что это мне не идет. Это очень некрасиво, я при этом ужасно и выгляжу, и меня там близкие люди могут поправить. Не ругайся, тебе это не идет. Но где-то в сердцах я могу сказать какое-то слово, но я тоже знаю, что мне это и не идет, и не нравится. И у меня семья такая, знаете, как и мамочка никогда не употребляла, и сестра никогда, и вот как бы мой друг, все никто не любит. Хотя кому-то это очень идет. Вот Наталья Георгиевна Гондарева, ей ужасно шло острое словцо, и когда она что-то особенно рассказывала, употребляла ненормативную лексику, у всех была истерика смеховая. Потому что это было так вкусно, это так было, потому что, да, некоторые относят ненормативную лексику как к какому-то определенному жанру вообще. У некоторых это как поэзии звучит. Да, и кому-то это еще очень идет. Наталья Георгиевна, можно заглядываться было на Гондарева, потому что ее острые словцы, они были так точны, их было немного, но они были так точны к месту, что вот возникала именно объемность этого события, и другого слова сюда не поставишь, потому что только это слово могло правильно выразить ее мысль. Это было вкусно как-то вот так, потому что у нее мамочка, кстати, очень тоже любила эту ненормативную лексику. Это вот, знаете, как обязательно надо, чтобы кто-то в кругу так жили, с мамой поговорить на этих тонах и так далее. А у меня как-то не употребляли, не любили. Но я не скажу, что я буду фу-фу-фу говорить. Хотя, когда Сергей Николаевич Арцебашев пришел к нам после Гончарова в театр и начал артистам какие-то такие словечки в своем лексиконе, Светлана Владимировна Немоляева вышла к рампе и сказала, Сергей Николаевич, у нас в театре не принято ругаться матом. И ее слова это было достаточно, чтобы Сергей Николаевич не позволял себе этого. Но, конечно же, были дни, когда что-то совсем или не получалось, или какие-то там другие русские болезни происходили иногда у режиссера. То он все равно немножко позволял, но знал, что в театре это не принято. При этом мы знаем, что есть какие-то, даже не скажу, что площадки, скорее мастера. Это в основном новаторы, которые исключительно на этом языке ставят спектакли. То есть, в смысле, вы имеете в виду, и на сцене звучит мат, да? Да, а вы такого не знаете? Нет, ну нет. То есть, вы не ходите на самые популярные и самые модные площадки? Я хожу, но только исключительно то, что близко мне. Вот, я все подряд не смотрю, и если уже я понимаю, что это не мое, мне достаточно, как сказать, просто об этом что-то знать, но я себя не мучаю. Но вы же отдаете себе отчет, что существует, знаете, тренд это называется. Вот эта тенденция. Да ради бога. Ради бога, опять мое отношение к этому. Вы знаете, как хотят удивить меня этим, меня этим не удивят. Раздетые мужчины, как сейчас в интернете, вы знаете, видео ходят, поставили в Рижском театре оперы и балета «Пиковую даму», где Герман абсолютно голый, поет все свои арии. Это много этого в интернете, вы можете это увидеть сами. Но мне нужно очень убедить, почему. Что это модно, я пойду на голого Германа смотреть. Нет, не пойду. Поют, кстати, Рижский театр оперы и балета. Туда Кирилл Серебренников переехал? Я просто вообще не слежу за театром. Кто ставил театр? Постановка чья, сейчас вот я могу вам не сказать, да, но не Кирилла, нет. Вот, я к тому, что, ну, просто меня этим не удивишь ненормативной лексикой, поэтому я не бегу смотреть спектакли, чтобы послушать поток мата. Или же на 20 там голых мужчин, которые для меня не перерастают в персонажа. Я вижу бедных артистов, которые бедные артисты, ставят и мучаются из-за того, что они голые абсолютно на сцене. Вот, если бы это был бы персонаж, и я бы следила, как за персонажем, мне было интересно. Я вижу просто не персонажей, которые вышли, а вижу артисты, которые бедненькие, стоят и мучаются от того, что они ноги. Вот, ну, я не знаю, почему мы так много уделяем этому времени, потому что я видела раздевающихся артистов на сцене, которые это делают виртуозно, и меня уже как зрители подготавливают. Так у меня уже наступает момент сопереживания к этим персонажам, и когда они снимают себе одежду, я уже не вижу артистов. Я вижу вот этих персонажей, ее и его. И это раздеваются для меня не артисты, это уже вот эти вот персонажи, которым я уже сопереживаю, я уже не вижу артистов. Я вижу, как происходит вот с героями пьесы вот эти изменения. Поэтому это интересно. Так сложилось, что я все-таки работаю в театре, где все-таки ставятся другие спектакли, меня так воспитали, и мне это нравится. И я не кидаюсь в какие-то вот такие экспериментальные вещи, мне матом не хочется со сцены ругаться. Ну, это не миссия театра. Все-таки театр должна быть миссией. Театр должен быть для меня созидательным, неразрушительным. Я не должна разрушенной уходить из театра. Даже если это очень серьезное, сложное произведение, какие даже я играю в театре Маяковского, то все равно человек должен в конце обязательно получить, как говорил даже мой мастер, свечку. В конце должна гореть свеча. Обязательно свеча. Он должен уйти с надеждой, даже если эта семья погибла, или что-то в этой семье случилось. Но у меня выйти желание, чтобы этого не было в жизни. Я хочу что-то сделать. Хочу прибежать, как мне иногда пишут поклонники. Я так бежала, одна девочка, да, домой. Говорит, мне так хотелось после вашего спектакля обнять маму. Вот для меня вот такой театр, созидательный для меня, вот он так и остался во главе. Вот. Я люблю какие-то эксперименты, но очень талантливые. Но вот это для меня все удивить голым телом или матом, ну пусть кто-то пройдет через это, если у этого есть зритель. Но это не должно доминировать. Это должны быть исключения.